Привет, друзья! Пришло время очередного дайджеста Сетка Кап. Наш сегодняшний герой 24-летний киевлянин Владислав Мищенко. Расскажи, как появилось твое увлечение настольным теннисом, в каком возрасте, как ты начинал заниматься и как менялся твой стиль игры, вот, по ходу? Ну, заинтересовал настольный теннис меня в пятом классе, мне подарили обычный набор для настольного тенниса, я начал с другом ходить просто играть. В том шестом классе я узнал, что у меня одноклассник тоже любит играть в настольный теннис, это Кирилл Робежак, он тоже сейчас играет на Сетка Кап. Мы начали играть постоянно настольный теннис под школой, у нас под школой было 5 железных столов обычных, ставили досточку и становились перед уроками, приходили на час раньше, постоянно играли между уроками, во время уроков, после уроков, то есть постоянно очень много мы играли в теннис. И так, в принципе, оно продлилось до 11 класса, пока я не выпустился со школы. Сразу после школы я поступил, соответственно, в университет, и там я уже пошел профессионально заниматься, был такой клуб настольного тенниса «Эксперт» на Дарнице. Ну, я туда пришел, там был тренер, Скиба Александр, меня определили в детскую группу, что меня очень удивило, потому что мне было 17 лет в тот момент уже. Там я прозанимался, наверное, месяца 3 и сыграл свой первый турнир. На первом турнире я обыграл только одну девочку, которая перепугалась на турнире писать больше, чем я. Я сначала занимался первые полгода в детской группе, а потом начал еще параллельно, после детской группы оставаться, ходить на взрослую группу. То есть у меня была 2 часа тренировка, небольшой перерыв и опять 2 часа тренировка. Так я прозанимался весь сезон, то есть от сентября и до мая. Потом я начал впервые поехал летом на рейтингованный турнир в клубе «Гурман». И тогда летом 2013 года я сыграл свой первый рейтингованный турнир в клубе «Гурман». С рейтингом, к сожалению, никого не выиграл, но я начал стабильно раз в неделю туда ездить. Очень хотел получить свой первый рейтинг. Спустя несколько турниров, буквально 2-3 турнира, я наконец-то получил свой первый рейтинг 11,2. Это был рейтинг. Мы начали с Кириллом тренироваться, то у меня, то у него в университете и очень много турниров играть. У нас бывало, что мы за выходные играли 4 турнира, то есть по 2 турнира подряд. И потом, когда я тренировался в «Поколение», ну просто с Мишей Пономаренко приехали потренироваться, Степаков Иван Петрович нас заметил и предложил нам к нему в профигруппу пойти. Он тогда создавал достаточно сильную группу и предложил очень хорошие условия. Ездить туда было, конечно, далеко, мне добираться было с Лесного на Борщеговку 1.15. Но все равно 3 раза в неделю я ездил, и в принципе там уже научили. Там у меня рейтинг скаканул за сезон с 17 до 27, и там уже поставили достаточно хорошую технику, научили хорошо играть. Посередине сезона мы ездили все вместе к Вите Дидуху на сборы, в Бусь-Клевскую область. Ну там тоже добавил в уровне достаточно. Ну я постастабильно играл 1-2 турнира в неделю. И за счет этих турниров с 27 до 40 рейтинга за год я наиграл. В принципе, я наконец-то 40 рейтинга набрал, выполнил норматив кандидата в мастера спорта. В составе команды «Олимпик», за которую также играли игроки «Сетка Кап» Александр Скиба, Богдан Савченко, Владимир Бабков и Вадим Васюк, Влад дважды становился победителем региональной лиги. Было такое, играли вместе в команде «Олимпик», я там остался по сей день. Подпольная кличка Владюнька. Игрок нисколько мощного стиля игры, но такого более контрольного. Владюня класс. Позитивный, мега-супер крутой человек. Ну вот расскажи, на «Сетке» как бы ты очень часто как бы тебя и упоминают. Приятно играть с тобой людям, Буберенко в частности, там не только он. У тебя красивые есть моменты, ты из-за спины бьешь, ты в сюжеты попадаешь, когда ракетку бросал. А справа еще блок делаю. Вот расскажи, да, обо всем этом чуть-чуть вот как. Ну из-за спины я сыграл, ну единственный раз я попал, это я уже видел, что я проиграю встречу, просто хотелось красиво забить. То есть я заранее запланировал, что мне сыграют влево, а я сыграю по прямой из-за спины. А блок справа, это у меня на автомате получается, когда я вижу, что у меня делают слева по прямой мяч, если сильно крутится, я боюсь не проконтролировать угол. И на автомате делаю справа этот блок, после него людям тяжело что-то сделать с мячом, там мяч сильно крутится, возвращается их вращение. С кем тебе удобно играть, с кем неудобно? Удобно играть, с Олегом Колывай удобнее всего играть. Фарти, чувак, случайно, это все эпизодично и временно. Но он реально сильный просто игрок, я не знаю почему вообще в мой состав флак. Удобно с Тридухом и с Боберенко играть, но у меня с ними не то, что я бы их постоянно выигрывал, у меня с ними всегда красивые розыгрыши, мне нравится с ними играть. Хороший человек, классный теннисист, но он цепкий игрок, играет до конца, борется. У нас с ним всегда такие зарубы идут. Было одно время, что я с большим отрывом, ну вел там часто у него, ну выигрывал чаще, потом он у меня, а сейчас как бы у меня наравне, то я-то он. Борется и часто, кстати, психует, ну бывает такое, что бросает ракетки, карточки получает. Но это эмоции, это... Не вся и бывает. Очень здорово играет по защите, у нас очень красивые с ним розыгрыши. Очень грамотно раскидывает по всему столу, хороший атакующий. Да, и с защитниками я тоже очень люблю играть, всегда крестивые розыгрыши, всегда можно на них повращать. За счет того, что у тебя хорошее вращение справа, да, то есть для тебя это все легко? Это убирает мои недостатки слева, когда я играю с защитниками. Расскажи все-таки о своей ракетке и вот о том, что вот часто ты, когда психуешь, бросаешь ракетку... Да, есть такое. Сколько так вот, ну, повредил ракеток или как-то... Пока я играл на сетке, я две ракетки только повредил и то я их нашел, где ремонтировать. То есть я ими дальше играю. Так как я играю основанием Тима Болл Спирит, его уже не выпускают, то приходится его чинить. Если что-то не получается, то сама с рук вылетает, не могу проконтролировать. Мне кажется, если я ее не выброшу, я ее потом разобью или пополам сломаю, или еще что-то с ней сделаю. Лучше ее куда-то бросить. Расскажи, где ты учился, и я так понимаю, что твоя работа тоже, в общем-то, связана... Ну, частично связана. Да, с твоим образованием. Я учился в Киевском национальном университете технологии и дизайна. Раньше назывался легкой промышленности, по такому названию этот университет обычно знают. На Печерске находится. Учился... Специальность у меня была финансовый кредит. Закончил 4 курса, бакалавр. С 2012 по 2016 год я учился. И когда я учился на третьем курсе, я сделал свой интернет-магазин. В принципе, до сих пор я им занимаюсь. Уже не так серьезно, как тогда. Ну, может, в дальнейшем опять начну. Продукция изначально была обувь, потом со временем добавились рюкзаки, бананки, часы. Я знаю, что ты также вот тренером уже частично как бы работаешь, да? Изначально у меня друг уезжал в Чехию работать. И порекомендовал меня в фитнес-клуб достаточно престижный. Джим Макс. Я тогда уже год тренировал. Ну, так, спарринговал редко, буквально пару раз в неделю. И в 2016 году я пошел работать в этот фитнес-клуб. Меня взяли, так как срочно нужен был тренер. Ну, и в дальнейшем я там остался, до сих пор там работаю. В прошлом году ты женился. И повлияло ли это как-то на занятия настольным теннисом? Познакомились. Мы учились вместе 3-4 курс в одном университете, в одной группе. Женился я 2 августа на день ВДВ. Жена выбрала такую дату интересную. Но настольный теннис-то никак не повлияло. Может, немного больше стараться начал, когда играю. Жена как бы смотрит, поддержит. Какие у тебя еще увлечения, помимо настольного тенниса? В скош играю. В скош раньше тренировал. Сейчас редко тренирую. Такой азартный вид спорта. Вот если стать с кем-то и играть, то пока все силы там не оставишь на корте, то не успокоишься. Но там физика больше решает, чем техника. В настольном теннисе больше техника все же. Люблю в покер поиграть. Последнее время не играю, так как много времени отнимаю. Так люблю в покер. Потом раньше рыбалку очень любил. Рыбалку постоянно ходил. У меня оба дедушки и рыбаки были. Постоянно меня с детства с собой брали на рыбалку. Последнее время не получается, к сожалению. А готовить очень люблю. Готовлю суши хорошо. Очень люблю суши просто. И постоянно их готовлю. Раз в месяц минимум суши готовлю. Он говорил, что умеет готовить суши. Я думаю, ну, надо попробовать, проверить. А вдруг обманывает. Вот сходили к нему домой. Правда, очень вкусное суши готовит. Наготовил целую тарелку. Так и не доели. В общем, все было вкусно. Владюня класс. Все хотели доесть, но никто не смог. В следующий раз, если я пойду к нему, я буду два дня не кушать. Ну, в 17-м году я начал в FIFA играть. FIFA 17, да, была. И мы постоянно с друзьями собирались. И у одного из друзей была PlayStation, и мы часто играли в FIFA. И так как многие друзья хорошо играют, соответственно, и я постепенно научился. И когда я пришел на сетку, то мне реально практически не с кем было даже нормально поиграть. Но потом со временем уже появились люди, которые играли примерно на моем уровне. Играет музыка. Егор Ковпак играет хорошо, Миша Жолубак, Скляренко Андрей. Наверное, все. У нас таких игроков не много. С 2007 года болею за футбольный клуб Ливерпуль. Смотрю все их матчи. То есть есть шарфик Ливерпуль. Если какой-то важный матч могу в баре где-то с друзьями посмотреть. В 2006 году, когда наш Шевченко перешел в английскую премьер-лигу, начали у нас по телевизору подсказывать английскую премьер-лигу. Ну и как-то за Челси не хотелось болеть и искал интересный клуб. Почему-то Ливерпуль понравился. Не знаю. Понравился Ливерпуль, захотелось за него болеть. У тебя тоже, как у очень многих игроков Сетка Кап, есть татуировки. Ну это вообще, наверное, сейчас модно, популярно. Расскажи, как они у тебя появились, когда, что там изображено? Эти иероглифы я набил после окончания университета. Мне означают, это удача, это счастье, это здоровье. А через полгода я люблю очень волков, хотел волкость. Я набить долго выбирал. Полгода думал, бить не бить. В итоге набил. Набивал 5 часов, это было нереально больно. Ну в принципе, ни разу не пожалел ни об одной из татуировок, сделанных пока за 3 года. Какие у тебя ближайшие все-таки цели? Или вообще на жизнь какие-то в будущем? Может, вы планируете расширять семью? Может, что-то ты планируешь не ограничиться интернет-магазином, какой-то еще бизнес? Какие планы, цели основные? Ну, в интернет-магазин хотелось бы, конечно, развивать. Планирую в ближайшее время расширять его. Ну, семью расширять тоже планирую, конечно, в ближайшее время. Ну и в плане тренерства хотелось бы побольше тренировать. Чтоб когда-нибудь кто-то, кого я научил с нуля играть, сидел на моем месте, рассказывал свою историю. Тридух Писарь Вращение слева Бачурин Оксана Михайлов Сноплёковым А что это значит? Халетик Математик Где-то на третьем курсе Не скажу, с кем мне надо С девочкой? Не, не с девочкой Кирилл Сложный вопрос Так, дочь Сабрина Футбол Лесной Волком Сухи Петчук Мясо Салатами Найк Ниссан Вернуться пары часиков С ней, да? Нет А просто без нее Миллионером Со своим возрастом Мы любим ужастики смотреть 14 11-7 С Тридухом Третья. Европа. Многие игроки Сетка Кап в минувшие выходные приняли участие в отборочных турнирах за выход на чемпионат Украины. Мы побывали на одном из таких турниров, проходившем в Киеве. Среди восьми отобравшихся игроков в мужском разряде трое играют турниры Сетка Кап. Это Богдан Семькевич, Михаил Мосюк и Владислав Слюзенко. Прошел отбор и Денис Калачевский, который играл свой первый турнир после полуторагодичной паузы. В женском разряде трое игроков, играющих на турнирах Сетка Кап, прошли киевский отбор. Это Елена Налесниковская, Анна Фарладанская и Юлия Ходько. Полный список игроков, которые примут участие в чемпионате Украины в Чернигове в конце февраля, можно найти на сайте Федерации настольного тенниса Украины. Герой одного из наших выпусков, Алина Новосад, очень удачно сыграла на турнирах Сетка Кап во второй половине января. В ее активе три выигранных турнира и одно второе место. Петр Келякин продолжает лидировать по количеству сыгранных матчей на Сетка Кап. Но и выигрывать турниры он не забывает. На данный момент на его счету 26 титулов, всего на два меньше, чем у лидера по этому показателю Евгения Степаненко. Отметим также Александра Мыцика, который за последнее время выиграл три турнира 16, 20 и 24 января. А вот Дмитрий Запорожец дважды проявил незаурядную волю к победе. Сначала на турнире 21 января он в пятом сете поединка против Эдуарда Пополовского отыгрался со счета 4-10 и выиграл 12-10. А на следующий день он вытянул еще один матч из критической ситуации. В решающей партии он проигрывал Денису Козлову 7-10 и вновь оказался победителем. Мы неоднократно показывали, как игроки бросают ракетки от отчаяния и злости. Но то, что сделал Евгений Копоть после поражения от Михаила Тетирука, этому пока аналога нет. Не смог сдержать свои эмоции. К сожалению, поломал ракетку. Нервы были превыше меня. Вчера было мое возвращение на сетка Кап. Игру за первое место в пол первого не смог выиграть. Хотя имел матчбол при 2-0, 2-0-10-9 вел, не смог дожать. Как-то нервы на пределе и я думаю, все в совокупности сподвинуло меня на такой поступок. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok